Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с президентом Международной светотехнической корпорации БООС Лайтинг Групп Георгием Баосом и председателем профсвязьбанка Петром Фродковым. Обсуждались вопросы расширения сбыта продукции завода светотехника и подготовки кадров. Также речь шла о реализации на территории региона новых проектов. Как известно, светотехника входит в состав корпорации БООС Лайтинг Групп и является одним из успешных производств Верхней Волжи, а также крупнейшим работодателем в Лихославльском округе. Это предприятие полного цикла, где задействовано более 500 единиц оборудования. Специализируются на выпуске приборов для уличного освещения объектов ЖКХ, пассажирских вагонов, энергозаберегающих светильников с датчиками движения и других видов изделия. Здесь выпускают приборы 20 направлений и 150 серий. В нынешнем году по программе импортозамещения завод начал производство деталей из алюминия для взрывозащищенных светильников. Для этого были приобретены токарные револьверные центры, высокоскоростной вертикальный фрезерный центр, 18 пресс-форм для алюминиевого литья. Также при поддержке Фонда развития промышленности Тверской области в будущем году в Лихославле начнут выпуск комплектующих для распределительных шкафов автоматизированных систем управления освещением. По словам губернатора Игоря Рудени, продукция завода светотехника может быть использована при реализации крупных инфраструктурных проектов в Верхней Волжье, в частности, при освещении западного моста. Продолжение следует...